Дальше некуда. Жители Слюдянки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди попросили главу государства взять на контроль строительство новой школы в городе. Ввести в эксплуатацию образовательное учреждение планировалось еще в 2019 году. Однако стройка остановилась. По словам местных жителей, несмотря на выделенные на возведение школы средства, местная администрация постоянно сдвигает сроки сдачи объекта. В старом здании школы, в свою очередь, сейчас обучаются 498 учеников, 30% из которых с ограниченными возможностями здоровья. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте. Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных 7 выпуска от наших корреспондентов. В Иркутске пьяный водитель насмерть задавил мужчину, который упал с электросамоката. В первом материале все подробности резонансного ДТП, а также информация о других авариях на дорогах Прибайкалья. В Прибайкалье вспышка бешенства. На севере региона уже выявлено три случая заболевания среди диких и домашних животных. В выпуске разбираемся, чем это опасно и при каких условиях вирус может отступить. Стихия отступает. На реках Иркутской области наблюдается спад воды. Но какое количество домов по-прежнему остается затопленными и как помогают жителям пострадавших территорий, узнаете сегодня. Узнаете в рубрике повесточки несколько любопытных фактов из разных уголков света. Информация о кошачьем забеге в Санкт-Петербурге и съедобных китайских камнях ждет вас в финале выпуска. И теперь о событиях дня подробнее. Сразу несколько серьезных ДТП произошло в Иркутской области за минувшие выходные. Одна из аварий случилась в столице Прибайкалья. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус. В результате столкновения четыре человека получили различные травмы. Все случилось на пересечении улиц Безбокова и Бочкина. Предварительно установлено, что водитель легковушки при повороте налево столкнулся с микроавтобусом, который следовал по маршруту 10Т. В результате аварии травмы получили трое пассажиров общественного транспорта. Сейчас они проходят амбулаторное лечение. А вот 39-летний владелец легковушки госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Куда были серьезные последствия оказались у еще одного ДТП, которое также произошло в Иркутске. На улице Ушаковской 39-летний мужчина на электросамокате не справился с управлением. Упал прямо под колеса иномарки и от полученных травм скончался. Уже установлено, что водитель машины в момент наезда на самокатчика был пьян. Еще одна серьезная авария случилась в Саянске. Подросток 15 лет, управляя мототранспортом, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Как установили сотрудники госавтоинспекции, у несовершеннолетнего водителя не было водительского удостоверения, а также установлено, что мототранспорт ему приобрели его родители. Ну а в Аларском районе 29-летний владелец иномарки на высокой скорости не справился с управлением. В итоге машина выехала с проезжей части и перевернулась. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Всего же только за минувшую неделю в Иркутской области произошло 68 ДТП, в результате которых 14 человек погибли. Еще более 90 получили травмы различной степени тяжести. Тяжелыми последствиями может обернуться прогулка с питомцем по лесу, ведь теперь он может принести домой опасную инфекцию. На севере Прибайкале зарегистрировали сразу три случая бешенства, два из них у домашних собаки и кошки. Есть ли риск распространения заболевания и можно ли от него защититься, расскажет Дарья Эйвазова. Порой даже кошка может стать причиной целого заседания чрезвычайной комиссии. В садоводстве под Братском у домашней питомицы зарегистрировали бешенство, и это уже третий случай в регионе. Первой жертвой заболевания стала собака из села Седаново в Устилимском районе. Известно, что ее на прогулке в лесу покусало дикое животное. Позже недалеко от этого же села нашли тело соболя, который также умер от бешенства. Третьим лабораторно подтверденным случаем стала погибшая под Братском кошка. На территории участка, где содержалась кошка, была проведена дезинфекция. Мест, где кошка находилась, диротизация, то есть борьба с грызунами. Проведен опрос владельца. И с 29-го начата вакцинация всего восприимчивого поголовья, находящегося на территории СНТ. В поселениях уже ввели карантин. Сейчас специалисты пытаются остановить распространение инфекции. Участки и даже лес обработали. В чаще раскладывают съедобную вакцину для зверей. В поселениях идет вакцинация животных в каждом дворе. Уже привито около 800 собак и кошек. Хотя порой не все владельцы согласны на укол для питомца. Как только зашли, допустим, в первый поселок Седаново, было порядка 30 дворов, которые сказали, не хотим, не будем. И все остальное. С ними была проведена соответствующая беседа, работа со стороны органов местного самоуправления. На следующий день все уже были согласны. Осталось несколько дворов, которые категорически не приняли. Хотя бешенство – это смертельно опасное заболевание не только для животных, но и для людей. В последний раз это заболевание в Иркутской области фиксировалось полвека назад. Основными переносчиками у нас могут служить лисы, реже – волки. Поэтому специалисты просят не контактировать с животными, которые сами выходят к людям и странно себя ведут. И следить за поведением своих питомцев. Основные признаки бешенства – лихорадка, света и водобоязнь, нарушение координации и агрессия. При укусах домашних животных, при укусах диких животных необходимо обратиться в медицинскую организацию, а конкретно в травмпункт, для того, чтобы рану обработали и поставили либо вакцину, либо антирабический иммуноглобулин. Заболевание характеризуется тем, что поражается центральная нервная система, как у животных, так и у человека. К сожалению, это заболевание неизлечимое. Если идет заражение, например, вирусом, то очень высокая вероятность летального исхода. Поэтому единственный способ защититься – это профилактика, то есть регулярная вакцинация питомцев. Прививку нужно ставить раз в год и сделать ее можно бесплатно. А еще важно в случае укусов вовремя обратиться к врачу. Дарья Иванова, Андрей Назаров, Новости по будням. Куда более серьезной в регионе сейчас является угроза новых паводков. В связи с этим группировка спасателей вертолетом В-8 отправлена в Тулунский район для отслеживания обстановки и оперативного реагирования в случае ухудшения ситуации. В свою очередь в Казачинско-Линском и Катангском районах на реке Киринги в последние дни наблюдается падение уровня воды. Около поселка Улькана вода отошла на 60 сантиметров. В селе Казачинском – на 52. На реке Линьев в районе Киринска – на 24 сантиметра. За сутки от воды освободились 76 жилых домов, 129 приусадебных участков в двух районах Прибайкале. Нармализовалась ситуация и на автомобильных дорогах, однако пока из-за набухшего от влаги грунта трассы не могут должным образом эксплуатироваться. На утро 3 июля оставались подтопленными 43 приусадебных участков в четырех населенных пунктах Казачинско-Линского района, 29 участков в Улькане, 10 в Юхте, 3 в Казачинском и 1 в деревне Тарасова. На месте работает оперативная группа главного управления под моим руководством, аэромобильная группировка. Организована работа спасателей, оказание адресной помощи пострадавшему населению. Продолжается оповещение населения о складывающей ситуации. Сил и средств достаточно. Тем не менее, сегодня в режим повышенной готовности были переведены пожарно-спасательные гарнизоны, в числе которых Иркутский, Шелиховский, Черемховский, Зиминский, Заларинский, Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский, Чунский, Слюдянский. Все из-за неблагоприятного прогноза гидрометцентра. 4 и 5 июля при выпадении сильных и очень сильных осадков на реках Южного Прибайкалья возможно повышение уровня воды на 30-70 сантиметров. Существует угроза подтопления. Также ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду. Первым звоночком грядущей непогоды стал крупный град, который накануне выпал в Нижнеудинске. Серьезных повреждений от разгула стихии не зафиксировано, но по информации местных жителей, отдельные градин достигали в своем диаметре рублевые монеты. Погода ни при чем. Пассажирам Боинга 737, выполнявшего рейсы с Бангкока в Иркутск, пришлось провести в аэропорту вылета почти 4 часа, прежде чем вернуться домой. Причиной стал отказ системы рециркуляции воздуха. Это стало понятно уже во время полета. Инцидент произошел 1 июля. В итоге самолет вернули в Бангкок на техническую стоянку. В свою очередь местные специалисты устранили неисправность. Тем не менее, некоторые пассажиры отказались от повторного полета на лайнере с борта, снимали багаж. Но эти пассажиры оказались не единственными, кому не повезло с рейсом. Другой Боинг 737, летевший уже из Иркутска в Москву, при наборе высоты столкнулся с птицей. Все произошло на высоте в 1100 метров. Несмотря на инцидент, борт все-таки продолжил полет и благополучно совершил посадку в московском Шереметьево. В Иркутске тем временем появился новый трамвай. У вагона плавный ход и торможение, а салон имеет переменный уровень пола и пандус для маломобильных граждан. Предполагается, что новый трамвай начнет перевозить пассажиров уже этим летом. В чем уникальность вагона и какие испытания он проходит, прямо сейчас узнаете в следующем материале. Мы с вами ключиком завели ее. Водитель-наставник Ольга Бандюгина уже более 30 лет управляет и учит других управлять трамваями. Но панель нового вагона рассматривают с любопытством. Уже сейчас понятно, что современная машина, прибывшая в Иркутск, должна понравиться горожанам, ведь это новый уровень комфорта. Вагон этот очень мягко, плавно включается. На нем нет ни сервомотора, на нем, который, когда на этих старых вагонах вы чувствуете ездить, и всегда есть какой-то рывок при включении. То есть это сервомотор не успевает либо выводиться, либо цепление колеса плохое. А здесь он плавненько начинает движение, плавное торможение у вагона. Вагон прибыл в Иркутск с Урала. Он такой первый в городе с переменным уровнем пола. Его низкопрофильная часть предназначена для маломобильных граждан. В самом вагоне есть камеры видеонаблюдения, имеется система кондиционирования. В салоне в специальном лотке есть песок. Он подается прямо на рельсы для предотвращения пробуксовки. На крыше расположено оборудование, защищенное от пыли и грязи. Там также имеется система диагностики неисправностей. И даже если подача электроэнергии прекратится, трамвай это остановит не сразу. Этот вагон может, кстати, ездить без подачи высокого напряжения до 400 метров. То есть 400 метров он может ехать без напряжения чисто на аккумуляторной батарее. Изначально в Иркутск прибыл современный кузов. Отдельно докупались комплектующие, а собирался уже в депо. Кроме этого, сейчас в цехе депо идет капитальный ремонт старых вагонов. Ход работ лично проверил мэр областного центра. И обозначил перспективы по модернизации трамвайных путей и контактных сетей. В следующий год мы будем заниматься уже модернизацией как трамвайного, так и троллейбусного парка. Они экологически чистые, они привычны горожанам. Но, безусловно, мы должны выходить на новые стандарты, нового оборудования, удобного для горожан. Ну а новый вагон впереди ждут еще ходовые испытания. Для этого трамвай поочередно протестируют на всех городских маршрутах. После этого будет принято окончательное решение о ветке, по которой и будет ходить трамвай. Олег Федоров, Иван Волобуев. Новости по будням. Развивать не только транспортную инфраструктуру в регионе сейчас особенно важно, ведь Иркутская область активно застраивается. С начала года в регионе уже введено в эксплуатацию более 620 тысяч квадратных метров жилья. В квартирном выражении это почти 7 тысяч квартир. При этом больше половины свежей недвижимости приходится на сельскую местность. А большая часть введенной жилплощади 74,5% на индивидуальных застройщиков. То есть на обычных людей, которые сами строят себе дома. Многоквартирные дома в регионе, конечно же, никуда не исчезли. К июню уже построили почти 140 тысяч квадратных метров такого жилья. При этом у Иркутской области есть определенная задача, которую поставил Минстрой России. При Байкале к концу года должно ввести в эксплуатацию 440 тысяч квадратных метров многоквартирных домов. Как это отразится на стоимости жилья, пока неизвестно. Сейчас цена квадратного метра в регионе 96 тысяч рублей. Тем временем Минстрой обновил норматив стоимости квадрата жилья. Теперь он составляет 93,5 тысяч рублей. Правда, рыночные цены это никак не касается и не сдерживает ее. Этот норматив нужен для расчета соцвыплат на покупку жилья. Чтобы позволить себе крупные покупки, нужна хорошая работа. А для этого необходимо качественное образование. Этой несложной формуле нас учили с самого детства. Но, как выяснилось, диплом требуют далеко не все работодатели. Для представителей каких профессий, корочка синего или красного цвета, это просто формальность, расскажем далее. Диплом о высшем образовании – документ, который нужен не всем. К такому выводу можно прийти, если изучить исследование онлайн-сервиса по поиску работы ХХРУ. Его эксперты провели опрос и выяснили, что 25% соискателей на собеседованиях не спрашивают о наличии высшего образования. Меньше всего наличие диплома интересует работодателей из сферы маркетинга, рекламы и пиар. Потенциальных IT-специалистов также нечасто на собеседованиях просят предъявить синюю или красную корочку. Но все же остались еще профессии, где образование играет очень важную роль. Например, в сфере образования и науки работодатели в 69% случаев требуют показать диплом. На втором месте по популярности такого запроса – медики, на третьем – юристы. Также в пятерку специалистов, для которых трудоустройство зависит от образования, попали сотрудники из сфер производства и сельского хозяйства, а также строители. Так что фраза «диплом для галочки» хоть и оправдывает себя в некоторых случаях, но назвать ее повсеместно актуальной все еще нельзя. Данил Седов, новости по будням. Актуально всегда и везде искусство, причем в любых проявлениях. Так в Иркутске открылся один из самых необычных фестивалей в стране. В его рамках скульпторы из разных городов страны будут создавать арт-объекты из соломы. Кто занимался с кейзами будущих экспонатов и как долго мастера будут работать в столице при Байкале, расскажем далее. На эту небольшую скульптуру нужно около 7 килограммов соломы. Гораздо большие объемы для других фигур будут использовать участники первого фестиваля арт-объектов из соломы «Энергия лета». В Иркутск приехали 10 команд скульпторов из разных регионов России. Илья Михряков из Перми. Молодой человек, за 15 лет карьеры работал с деревом, снегом, льдом. Главный же материал фестиваля художнику с точки зрения творчества лишь предстоит открыть для себя. Мне интересно попробовать что-то новое, попробовать сделать большую скульптуру из соломы. Я буду делать композицию в виде большого кита, гренландского кита, потому что здесь затрагивается тема экологии. Экология – главная тема фестиваля. Именно эта сфера – одна из ключевых для организаторов творческого праздника – компании «Энплюс». Этот арт-фестиваль вообще объединяет сразу несколько значимых для российского энергохолдинга направлений, которые обозначил еще и его основатель Олег Дерипаско. Так, современные технологии здесь символизируют нейросети. Именно они сгенерировали эскизы скульптур, которые будут создавать мастера. При этом формат фестиваля можно назвать уникальным для страны. Иркутск открывает уникальное мероприятие. Оно заключается в том, что в практике других регионов были похожие события, но в конце фигуры уничтожали, их сжигали. А здесь уникальность самого события заключается в том, что каждая из них станет своеобразным арт-объектом. Я люблю свой город, и я хочу, чтобы в нем было как можно больше искусства, как можно больше культуры. Я хочу, чтобы все дети, взрослые понимали, насколько важно беречь природу, насколько важно бережно относиться в том числе к искусству, ну и друг другу. Арт-фестиваль продлится в Иркутске до 8 июля. За работой каждого участника можно будет следить на бульваре Гагарина. Также любой желающий может посетить лекции и мастер-классы от лучших скульпторов страны. Данил Седов, Владимир Пинаев, новости по будням. Чтобы посетить кулинарные мастер-классы, совсем не обязательно выходить из дома. Узнать тонкости приготовления тех или иных блюд и особенностей разной кухни поможет новый проект медиахолдинга НТС «Завтрак на шансоне». Так, секретами приготовления идеальной пасты с радиослушателями сегодня поделился итальянский кулинар Маура Пиккарди. Прямо в эфире радио «Шансон», вещание которого в Иркутске осуществляет наш медиахолдинг, повар приготовил спагетти с чесноком, маслом и петрушкой. Такое блюдо в Италии называют полуночным и готовят для друзей, которые остаются в гостях. Такие необычные эфиры планируют проводить раз в две недели на волне 105,6 FM. И это отличная возможность научиться чему-то новому и больше узнать о разных кулинарных традициях. Блюдо должно быть вкусным и особенным. Сильная сторона итальянской кухни именно в ее разнообразии. Потому что у нас есть множество полезных свежих питательных продуктов, на основе которых можно приготовить многие блюда. Однако базой, фундаментом для итальянской кухни все равно остаются спагетти. Ну а сразу после короткой рекламы расскажем об успехах спортсменов региона, а еще о том, как изменила свою жизнь учитель физкультуры из Братска и как правильно есть камни. Хоккейный клуб «Ермак» объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Наставником ангарчан в новом сезоне будет Владимир Громилин. Специалист известен своей работой ассистентом в Хабаровском Амуре. Напомним, что в этом году команда из города нефтехимиков будет выступать в Национальной молодежной лиге. Об уже достигнутых спортивных успехах уроженцев Иркутской области расскажем далее. Одну золотую и две серебряные медали выиграли спортсмены Иркутской области на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров. На соревнованиях, которые проходили в Екатеринбурге, Ольга Радиошкина выступала в беге на 800 метров. Девушка показала лучшее время и стала первой. На дистанции 100 метров второе место занял Владислав Скулин. Аналогичный результат показал Михаил Шмыков в прыжках с шестом. Чемпионат Сибири по альпинизму в дисциплине скайранинг состоялся в Иркутской области. Турнир прошел на горе Саболиной в рамках спортивного фестиваля Гранд Байкал Фест. В нем приняли участие более 120 человек. Абсолютными чемпионами состязаний стали уроженцы Прибайкалья. В женском зачете первое место заняла Мария Холомянская, в мужском Артем Обносов. Молодежка футбольного клуба Иркутск обладатели Кубка города 2023 года. Столичный коллектив в финале встретился с земляками из команды Байкал 97. Матч оказался богатым на события и забитые мячи, но сильнее оказались именно ребята второго состава Иркутска. Итоговый результат 2-1. Данил Седов, новости по будням. Тем временем на Байкале установили необычный арт-объект – омуль-экстремал. По задумке художников, одна его половина чистая и нетронутая, а вторая изуродована пластиковым мусором. Такой омуль напоминает туристам о том, что дикие животные, птицы и рыбы страдают от оставленного на природе мусора. О других интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Лето – не повод забывать о самообразовании. Напротив, пока остальные отдыхают, вы смело можете обойти конкурентов на повороте. О тех, кто постоянно изучает новое, расскажем прямо сейчас. Школьники Иркутска даже летом не прекращают осваивать различные науки. Самые активные приняли участие в проекте «Умные каникулы». Под руководством специалистов ребята познакомились с такими дисциплинами, как ботаника, орнитология, энтомология. Все занятия проходили в ботаническом саду. На уроках юные натуралисты узнали много нового об озере Байкал, его эндемиках, изучили навыки выживания в лесу, а также провели десятки наблюдений за насекомыми. Научилась монтировать ролики для соцсетей, а заодно стала победительницей проекта «Топ-блог» – учительница из Братска Светлана Ширяева. «Топ-блог» – это платформа, где любой желающий может научиться вести свою страничку в социальных сетях. Благодаря проекту «Сибирячка» – учительница по физкультуре – начала снимать ролики о спорте и выкладывать их в интернет. За два месяца упорной работы педагогу удалось набрать более 200 подписчиков. Отличный старт и помог Светлане стать победительницей конкурса в категории «Начинающие». Узнали, как много в их городе спортивных котов жители Санкт-Петербурга. В северной столице уже во второй раз прошел необычный фестиваль. На Дворцовой площади горожане могли нарисовать себе усы, как у котов, поучаствовать в спортивных мастер-классах, а также приобрести домашнего питомца. Главным же событием фестиваля стал костюмированный забег. Сотни человек в образах мурчащих любимцев преодолели дистанцию в 1250 метров. Самые стойкие пробежали 5 километров. Научились готовить блюда, которое оказалось не каждому по зубам, китайские мастера. Для создания деликатеса необходимы лишь специи – растительное масло, соусы и камни. После того, как каменные ингредиенты хорошенько пробитались в получившейся смеси, их можно подавать гостям. Собственно, есть их не нужно. Камни можно всего лишь облизать и выбросить. Стоит сказать, что подобное лакомство совсем не выдумка. Китайцы готовят эту закуску уже сотни лет. Однако вновь модно она стала благодаря социальным сетям. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdefistov.ru И социальные сети, где всегда можно найти самую актуальную информацию о событиях в регионе. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok